Всем привет ребята, меня зовут Богатищий Ди. Сегодня разбор ситуации по альткоинам, потому что им очень плохо, начиная с августа этого года. Фактически они не дают передохнуть своим держателям ни на минуту, просто падают все ниже и ниже. Поэтому мы посмотрим, куда потенциально это дело может отскочить, комбинируя сразу три графика. Давайте начнем. А ссылка на оригинальное видео как обычно в описании. Вы видите график доминирования биткоина, он нарисован свечами и он просто взлетает. Если наложить на график индикатор линейной регрессии, то мы видим, что тренд очень солидный. Линейная регрессия это такой индикатор, который строит канал на графике цены актива. Канал строится на основе математической формулы, а границы канала находятся на максимально среднем отклонении от цены. Есть еще один фокус, связанный с этим индикатором. Если вы хотите узнать силу тренда, то он вам подойдет. Итак, если цена актива на протяжении трех свечей подряд находится ближе к верхней границе канала, то это означает большую силу восходящего движения. Ну и наоборот. Как пользоваться этим индикатором? Если цена вышла за нижнюю границу, открываем ордер на покупку на два пункта ниже от максимальной цены свечи, на которой состоялся пробой канала вниз. Именно в этой области есть шансы, что цена подберет наш ордер. Обязательно нужно поставить стоп-лосс, потому что пробитие канала может завершиться падением, как вот здесь. Поэтому, работая с этим индикатором, держите у себя в уме, что нужно добавлять к нему и другие, чтобы подтвердить сигнал. Соответственно, с продажей работаем также, только наоборот. Не на выходе цены ниже канала, а на выходе цены выше канала. Возвращаемся к видео. Оранжевая линия здесь обозначен общий график альткоинов против биткоина. Доминирование биткоина и график альткоинов против биткоина всегда будут ходить в противоположности друг к другу. Доминирование растет, альты теряют ценность. Итак, где же находится потенциальный отскок для рынка альтов? Здесь ключевой момент. Вы можете заметить красную линию стахастика здесь. Она отображает силу тренда. Здесь также можно увидеть отклонения тренда, которые видны на пересечениях линий стахастического остилографа. Еще одно отступление от видео. Стохастик это, пожалуй, самый старый индикатор. На самом деле его роль не быть отдельным элементом торговли, а скорее фильтровать показания других индикаторов. Таким образом можно обнаружить множество различных сигналов, но это уже достойно отдельного видео на самом деле, поэтому продолжаем. Итак, если во время такого ухода вниз эта оранжевая линия поддерживается на одном уровне и не проваливается, то это сигнал на покупку дна. Если сейчас посмотреть на остилограф, мы видим, что и стахастик находится в перекупленных условиях. В последний раз, когда это случилось, на биткоин-доминации была вершина, за которой следовал откат. Это был не сильный откат, который завершился боковиком, но его хватило, чтобы альты начали отскакивать. Вот эта оранжевая линия оттолкнулась от своего дна, а потом ушла в боковик. Да, здесь не было таких огромных прибыли, но такого плана отскок может дать вам до 13 процентов прибыли. Некоторые альты показали куда лучше результаты, от 60 до 100 процентов, но это были в основном альты с капитализацией поменьше. Поэтому вы должны прямо сейчас следить за этой ситуацией, ведь появляется много сигналов, что альты ждут отскок, и это случится совсем скоро. Тут стахастик двигается к максимальным своим значением, а значит, возможно, на протяжении следующих 24-48 часов мы увидим вершину в доминировании биткоина, а затем рынок альты потенциально начнет шевелиться, и мы начнем искать точки для входа. Это был дневной график, на котором все индикаторы показывают крайнее приближение к вершине, локальному максимуму которой может потенциально случиться уже через день-два. Переключимся на четырехчасовой график. Это график всех альткоинов, кроме тех, у которых большая рыночная капитализация. Короче, без биткоина еще штук 15 альтов. В общем, все эти альты с капитализацией поменьше, и называется этот график Афис БТС. Как мы можем видеть, картина здесь совершенно другая. Линия стахастика просто погребена под руинами на самом днище. Тренд солидный и нисходящий, но у нас есть вот эти отклонения от тренда здесь. Что я думаю? Нужно дать этому циклу завершиться походом вниз, как в предыдущем случае. Вы знаете, что тогда произошло? Жесткий пролив вот здесь. Эта вершина здесь вылилась в рост индикатора здесь. И даже сейчас, когда график падает, отклонение индикатора все равно направлено вверх. Так что я ожидаю еще один слив, а потом, потом, когда эта парабола дорисуется... Кстати, картина такая же, как и на часовом графике общей рыночной капитализации, исключая биткоин. Короче, вы должны скомбинировать эти три графика. Если на графиках альты видны сигналы перепроданности, а доминирование биткоина по индикаторам приблизилась к своей локальной вершине, и если мы наблюдаем откат доминирования биткоина, то альты отскакивают вверх. Я думаю, мы уже рядом с этим. Очень рядом с этой точкой. Поэтому прямо сейчас нужно уже искать альты, которые находятся у уровней поддержки и которые хорошо себя показывали вот на этом отскоке здесь. Это было где-то 10 августа. Посмотрите, какая альта в районе 10 августа хорошо отрабатывала, и присмотритесь к ней сейчас. Я думаю, вы получите на ней в ближайшее время хорошие прибыли по отношению к биткоину. Надеюсь, вам эта информация поможет, ребята. Если это так, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал, если вы тут впервые. Действительно, очень помогает нам продолжать работать, потому что на таком рынке, когда интерес к криптовалюте мертвее трупа, ваша поддержка бесценна. Ну а ссылка на оригинальное видео, как обычно, в описании. Меня зовут Богатищий Ди. Подписывайтесь на канал, телеграмм, делитесь видео с друзьями, комментируйте, обязательно богатейте. До скорого! Субтитры подогнал «Симон»!